Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 29 ноября и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках. Но перед началом хочу напомнить, что сегодня выходит несколько важных данных по США. Это данные, в первую очередь, по ВВП и далее уже запасы, коммерческие запасы по нефти. Все эти данные будут освещены сегодня онлайн. Мой коллега Фредерик Даниэль проведет онлайн-трансляцию. Ссылку на участие вы сможете найти под описанием к этому видео. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит с парой евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы доходили до минимальных значений в области 1.18.26. Ближайшие цели по нисходящему движению – уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Возврат к покупкам по данной паре, значит, и движение в области 1.20 произойдет в том случае, если мы увидим евро-доллар выше максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1.19.20. Пара британский фунт после снижения в первой половине торгового дня до отметки 1.32.20 возвращается к максимальным значениям, и сегодня с утра мы уже торгуемся выше максимума понедельника и вторника, что в свою очередь в рамках часового таймфрейма нас возвращают к покупкам по данному активу. Цели по движению – это закрепиться выше отметки 1.33.90 и далее уже пойти на 1.35.80. Возврат к продажам по данной паре будет актуален в том случае, если мы увидим британский фунт ниже минимальные значения вчерашней торговой сессии, а именно отметка 1.32.20. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшая цель – это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера, которым также подходили 21 ноября. Это область 1.28.24. Именно туда сейчас канадский доллар и стремится. Возврат к продажам будет актуален только после преодоления минимальных значений, которые находятся в области 1.27.54, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара американский доллар и японская иена на текущем вид находится в нисходящем краткосрочном тренде в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели – это движение в область 1.10.94 с закреплением за данным уровнем. Продолжение роста будет актуально после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.11.67. Пара австралийский доллар, американский доллар, сегодня с утра преодолела минимальные значения, которые мы видели вчера в области 1.75.80, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает к продажам на текущий момент с целями движения в область 1.75.55 и далее на 1.75.30. Пара еврофунт на фоне укрепления британского фунта вчера упала, преодолели минимальные значения, которые мы видели в области 1.89.15, минимальные значения 27.00 ноября, что в свою очередь вернуло нас в рамках часового таймфрейма к продажам по данному активу. Цели по нисходящему движению – это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, то есть закрепиться ниже отметки 1.88.38 и далее пойти на 1.87.90. А золото продолжает свое восходящее движение вчера, хоть и не смогли обновить локальный максимум, пока тенденция в рамках часового таймфрейма остается на укрепление. Возврат к продажам по данному активу будет актуален в том случае, если мы видим золото ниже отметки 1.290 долларов за тройскую унцию, и тогда откроются цели снижения в область 1.277 долларов. Ну а цели по покупкам – это преодолеть максимальное значение, которое мы видели вчера, то есть уйти выше отметки 1.297 долларов за тройскую унцию и потом пойти уже на 1.305. Нефть марки Brent пока также продолжает свое восходящее движение. Цели – это движение в область 63.90, преодоление данной области и далее уже на 64.60. Возврат к продажам произойдет в том случае, если мы увидим нефть ниже отметки 63.11, минимальное значение, которое мы видели на этой неделе. Индекс DAX продолжает рост, продолжает восстанавливаться. После коррекционного снижения ближайшие цели – это движение в область 13.200 и далее на 13.260. Возврат к продажам, а значит продолжение коррекционного нисходящее движения по индексу DAX произойдет в том случае, если мы видим индекс ниже минимальных значений, область 12.963. Биткоин продолжает укрепляться, новые исторические максимумы. Сегодня с утра уже доходили до отметки 10.700 долларов за 1 биткоин. И рост по данному инструменту продолжается. Ближайшие коррекционные уровни находятся на минимальных значениях. Вторника – область 9.400. Если говорить о коррекции, то только после преодоления данного уровня. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, несколько онлайн-трансляций пройдет сегодня. Ссылка для участия находится под описанием к этому видео. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.